Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивала влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиоли, Квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. «Опять», — говорил он с отчаянием, — «опять будет дождь. Каждый день дожди. Каждый день дожди. Точно нарочно. Ведь это петля, это разоренье. Каждый день страшные убытки». Он сплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь. Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь. Все думаешь как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика. Невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган. Ей подавай пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядилась 10 мая. Так потом весь май и июнь просто ужас. Публика не ходит. Но я ведь за аренду плачу. Артистам плачу. На другой день под вечер опять надвигались тучи. И Кукин говорил с истерическим хохотом. Ну что ж. И пускай. Пускай хоть весь сад зальет. Хоть меня самого. Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Что суд? Хоть на каторгу. В Сибирь. Хоть на эшафот. Ха-ха-ха. И на третий день тоже. Оленька слушала Кукина молча, серьезно. И случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее. Она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками. Говорил жидким тенорком. И когда говорил, то кривил рот. И на лице у него всегда было написано отчаяние. Но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле. И тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в два года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом. Очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали «Да, ничего себе!» И тоже улыбались. А гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия. «Душечка!» Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был прописан на ее имя, находился на окраине города, в цыганской слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага – равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал, как следует, ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил «Душечка». Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица нисходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. «Но разве публика понимает это?» – говорила она. «Ей нужен балаган. Вчера у нас шел фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите!» И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она также, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. На репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы. И если случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и давали его на короткие сроки то малороссийской группе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, и она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький!» говорила она совершенно искренне, приглаживая ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький!» В Великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжение насчет тивали. Но под страстной понедельник поздно вечером вдруг раздался зловещий стук в ворота, кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять. «Отворите, сделайте милость!» говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма!» Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало, ждем распоряжений, хохороны, вторник. Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючало». Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» – зарыдала Оленька. «Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку? Бедную, несчастную?» Кукина похоронили во вторник в Москве, на Ваганьковой. Оленька вернулась домой в среду и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах. «Душечка!» – говорили соседки, крестясь. «Душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается!» Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей – Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца. «Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна», говорил он степенно, с сочувствием в голосе. «И если кто из наших ближних умирает, то значит так Богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью». Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился, и, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что, немного погодя, к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов. Он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета, и отпускала товар. Теперь лес с каждым годом дорожает на 20%, говорила она покупателям и знакомым. Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. «И какой тариф?» говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. «Какой тариф?» Ей казалось, что она торгует лесом уже давным-давно, что в жизни самое важное и нужное – это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах балка, кругляк, тез, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль. По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город. Снилось ей, как целый полк двенадцатиоршинных пятивершковых бревен, стаймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулки звук сухого дерева. Все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне и Пустовалов говорил ей нежно «Оленька, что с тобой, милая, перекрестись?» Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в празднике сидел дома, и она тоже. «И все вы дома или в конторе, — говорили знакомые, — вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк?» «Нам с Васечкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной. В праздники — к ранней обедне. И, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умиленными лицами. От обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями. Потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой. И мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорила Оленька знакомым. «Слава Богу!» «Дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флегеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи», — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная». И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила, «Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой, простили бы ее, хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отцу. Потом, по какому-то странному стечению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемок. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела. «На кого же ты меня покинул, голубчик мой», — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная. Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую». Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром. А он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала, «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей». Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно. И все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай и подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях. А он страшно конфузился, и когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито. «Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно». Она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала. «Володечка, о чем же мне говорить?» И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. Но, однако, счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как пол перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь, и Оленька осталась одна. Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей. Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в тевале играла музыка, и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать, и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно по неволе. А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик? Такой в них смысл сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. Теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе, и так жутко, и так горько, как будто объелась полыни. Город мало-помалу расширялся во все стороны. Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где был сад Тивали и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидит на крылечке, а на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка брызка ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь, и она стряхивает с подола черную брызку и говорит ей с досадой «Поди, поди, нечего тут». И так день за днем, год за годом, и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала мавра-кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить. «Голубчик мой», бормотала она, дрожа от радости, «Владимир Платоныч, откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», рассказывал он. «Подал в отставку, и вот приехал попробовать счастье на воле пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию вырос, и я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу». «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом, чем не квартира?» «Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму», заволновалась Оленька и опять заплакала. «Живите тут, а с меня и флигеля довольна». «Радость-то, господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька подбоченец ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша. Маленький, не по летам, ему шел уже десятый год, полный с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» спросил он у Оленьки. «Когда она у вас и щенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей». Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалась, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и жалостью и шептала «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький. Островом называется, прочел он, часть суши, со всех сторон, окруженная водою». Островом называется часть суши, повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога, хочешь иди в доктора, хочешь в инженеры. Саша стал ходить в гимназию, его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась, отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и случалось не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду, и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле, каждое утро Оленька входит в его комнату, он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит, ей жаль будить его. «Сашенька», говорит она печально, «вставай, голубчик, в гимназию пора». Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить, выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. «А ты, Сашенька, не твердо выучил басню», говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. «Забота мне с тобой, уж ты старайся, голубчик, учись, слушайся учителей». «Ах, оставьте, пожалуйста», говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька», окликает она. Он оглядывается и она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивает в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина. Он оглядывается и говорит «Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам пойду». Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей «Здравствуйте, душечка, Ольга Семеновна, как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», рассказывает она на базаре. «Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу, ну где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, то же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз, и черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет. Мур-мур-мур. Вдруг сильный стук в калитку, Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется, проходит полминуты и опять стук. Это телеграмма из Харькова, думает она, начиная дрожать всем телом. Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи! Она в отчаянии. У нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. Ну, слава Богу, думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду. Я тебе пошел вон. Не дерись!